Здравствуйте! Весна – это прекрасное время года, когда вокруг всего оживает и расцветает. Увы, многие люди не любят это время года из-за сезонной аллергии. Что же такое аллергия? Это реакция нашей иммунной системы на, можно так сказать, безобидное вещество, которое в повседневной жизни не представляет для нас опасности. Аллергия может проходить в три стадии. На первой стадии наша иммунная система воспринимает аллерген как агрессора и начинает вырабатывать специальные антитела. Во второй стадии антитела провоцируют выработку гормоновоспаления – гистамина. И на третьей фазе уже наблюдается соответствующая симптоматика. Это покраснение кожных покровов, зуд, отечность, насморк и слезостечение. Данные симптомы могут сохраняться долгое и продолжительное время. Все зависит от того, как часто мы будем сталкиваться с нашим аллергеном. Но важно помнить, чем чаще мы сталкиваемся с патогенным веществом, тем сильнее наша иммунная система начинает производить антитела, которые борются с несуществующей инфекцией. После этого начинает ухудшаться состояние аллергического больного, и его симптомы выражаются более ярко. И самыми опасными проявлению аллергической реакции являются отек в инке и анафилактический шок. Что же способствует и в чем же причина возникновения аллергической реакции? В первую очередь это наследственность. Родители могут передать своим детям гены, которые отвечают за возникновение аллергической реакции. Также возникновение аллергии способствует сокращение грудного вскармливания, ведь именно этот процесс отвечает за формирование иммунитета ребенка. Также частые и тяжелые инфекционные заболевания могут привести к сбою в иммунной системе организма, и это тоже повышает риски возникновения аллергии. На аллергию влияют и экологические факторы. Пыль, загазованность воздуха, присутствие в атмосфере вредных веществ, которые выделяют различные промышленные зоны и заводы. Также очень частое употребление в пищу продуктов, которые содержат в своем составе консерванты и красители. Поэтому аллергии больше всего подвержены люди, которые проживают в крупных мегаполисах. Чтобы установить свой аллерген и в будущем минимизировать с ним контакт, необходимо сдать соответствующие анализы. Во-первых, это общий биохимический анализ крови, анализ на иммуноглобулины Е и G и кожные аллергопробы. Итак, самыми распространенными видами аллергической реакции является респираторная, или как ее по-другому еще называют, дыхательная. Здесь аллергии могут вызывать следующую группу веществ. Это пыль, шерсть домашних животных, пыльца растений и различные химические вещества, которые окружают нас в нашей атмосфере. Данная аллергия чаще всего носит сезонный и непродолжительный характер. Второй вид аллергии – это пищевая. Ее могут вызывать, конечно же, продукты питания. Чаще всего это мед, цитрусовые, орехи, яйца и разные виды сорта мяса и рыбы. Данная аллергия проявляется следующим образом. Беспокоит тошнота, рези в животе, иногда кожные высыпания, а также приступы удущия и отечности лица и шеи. Третий вид аллергии – это лекарственный. Она может возникать на некоторые группы препаратов. Чаще всего это обезболивающие средства, антибиотики и некоторые витаминные комплексы. Также данный вид аллергии может возникнуть на разные виды прививок. Ну и, конечно же, самая распространенная – это аллергия на укусы насекомых. Достаточно часто она встречается в весенние и именно летние сезоны. Проявлением данной аллергии является отечность в месте укуса, сильное прокраснение, зуд и часто при данном виде аллергии может возникнуть анафилактический шок. Как же избавиться от аллергии раз и навсегда? Этот вопрос себе задают каждый человек, который страдает той или иной формой аллергической реакции. К сожалению, полноценного лекарства для избавления от аллергии еще не придумали. Но благодаря современной медицине и различным видам диагностики, можно значительно облегчить состояние человека при данном виде заболевания. Что же можно предпринимать? В первую очередь старайтесь минимизировать контакт с аллергеном, который вызывает реакцию. Конечно же, принимайте антигистаминные средства. Именно они способствуют уменьшению воспалительных процессов. Также добавляйте средства, которые уменьшат симптомы аллергии. Это различные мази, спреи, средства для полоскания и детоксикационные пластыри. Обязательно ведите здоровый образ жизни и укрепляйте свой иммунитет. Обязательно готовитесь к сезону начала аллергии заранее, лучше за 3-4 недели. Облегчить симптомы аллергии и уменьшить ее проявление помогут биологически активные добавки на основе пробиотиков, сорбентов и растительных комплексов, которые уменьшают выработку гистамина. В ассортименте нашей компании Мэйтан есть замечательный нутрицептик Preallegro. Именно он способствует укреплению иммунитета и уменьшению симптомов аллергии. На курс необходимо 2 упаковки, на которые сейчас идет акция.